вот вам целый тазик ну вот дело другое так, благодарю сладкий хрисот лепешки квас, это моя еда какой помидор тут поменьше что-то сегодня прям сел и обслуга какая-то не очень на уровне ну ладно целый день работали на солнце в деревья валили когда мы в лесу работаем даже дети работают в лесу детям никогда квас не даем а тут даю называется лесные братья у нас нет ни одного помидора почему так а сегодня нас завалили помидоры мы помогаем везде навалили помидоров, огурцов а это что за чудо перец такой не русский какой-то горбатый огурец тоже хороший слава богу из храма пришли завтра преображение господне надо договориться с кем-то кто нас когда-то пригласит занятия у кого надо на дому проводить среди недели фермера работают у нас разрешено после литургии на, брат, дорогой, ешь держи все тут дают нам слава богу хорошо привещают тут мы в лагере смотри всегда вкусно никогда не забуду как мы были нынче в Грузии неожиданно среди литургии появились отец на ум тут же объявил в Тбилиси я выступил служба не кончилась нам некогда мы уезжаем за нами народ несут такие как баулы говорят сумки а там хлеб эти лаваш лепешки там чего только нету фрукты разные про нас они не знали как они знали-то вот это вот все интересно вот сегодня мы по скайпу говорили с Сергеем Козловым из Воронежа парализованный иконописис дела всегда важные не пустяковые решают там и он говорит я сон видел мы с вами идем надо посмотреть что он еще дальше говорил я забыл фамилию один большой у вас Игорь я говорю Третьяков он говорит нет а Володя Пащенко он снимал как раз и говорит Добунов да да Добунов где он я говорю что-то его не видно я говорю да все нормально он работает он геолог инженер работает на золотых приисках а еще снег и потом в октябре снег выпадет тогда только возвращается никогда он не спрашивал это сон парализованный лежит на спине маленько прошло время звонок из Барнаула Игорь Добунов в больнице а отец таким вчера только вернулся оттуда говорит а жена у Марина ничего не сказала выходит он попал в больницу только что я говорю все это понятно но как парализованный в Воронеже знает что что-то с ним не так а я не знаю вот что самое удивительное вот что значит Дух Божий считайте 9 глава это 8 глава 9 стих послание к римлянам и 11 до 11 стиха кто Духа Божия не имеет Христова тот и не Его вот и все вот оно самое богатство и сокровище утром еще за стол садится ничего нет сегодня до вечера все уже и картошка и морковка все тут еще огурец все есть человек который питается богато он скажет вот это да мы когда маленькие были а нас ребятишек много было 10 человек в семье как амиши жили амиши такие есть от минонитов отделилась всех то такие хорошие люди ну за стол сядем а мама картошка на большого сковорда большая такая ну 10 детей и вот на этой сковорде там пригорает маленько на дне в русской печи и отец эти шкварки шкварки там там всегда у нас мясо было значит сало или что-то я не знаю и они такие вкусные были а отец делит каждому там ну картошка которая подпалилась там а потом сидит и говорит да Сталин наверное каждый день эти пригорки ест я когда вырос и подумал Сталин пригорки ест я одно время думал что эти мандарины досыта нельзя наисть их не было редко и какая-то долька попадется я почему-то думал когда фильм смотрел у Гитлера все было наверное апельсины ел досыта мандарины наверное у него можно было есть я больше ничего ему не завидовал а думаю а вот он ест апельсины досыта а в Америке попал в такой сад и у них они должны быть вот такие допустим а они маленько поменьше вот такие ну и там Сенкевич архиепископ его брат в сад меня привел архиепископа и говорит дурят американцы вот чуть-чуть поменьше приехали замерили не берут и в саду они валяются а белки живут в норах белки едят таскают я зашел этими мандаринами усыпан весь сад богатейший кровь я никуда девать так пропадает вот это да я начал есть а оно оказывается в нем какая-то кислота у меня язык защипало губы защипало я наелся и с тех пор в рот не беру один раз засыто вот так помидоры помидоры хорошие мы были нынче в Португалии в Лиссабоне он когда выезжали а тамошние братья любезные такие как раз престольный праздник был ну вам хоть там мясо подают а я не ем и братья не стали есть меня поддержали ну хоть что-то надо вам я говорю помидоры надо у нас Петров пост сейчас помидоры а один побежал я ему сразу евро дал кажется 12 или 18 и он немного прошло время он приезжает и как от ботва это идет а на ботве 10 или 12 помидоров все одинаково такие но побольше вязанкой вязанкой как грозди ну мы обрадовались положили а когда я ест надо нож мне это не не барнаульские они толстокожие а у нас то вот я его раздираю если у него кожа то считай едва-едва держится только мякоть это не гнилой а просто припекло или еще там солнце ножик надо дай-ка вот посмотри какие у нас продукты то здесь это не то что ну запад он любит стандарт вот она прям кожа тончайшая легко разрезается а мы делаем так национальное наше блюдо помидор нарезаем лук репчатый растительное масло и соль больше ничего нет вот 4 компонента это очень вкусно никаких огурцов ничего чтобы не было пожалуйста одна вареная другая печеная а это такая о я рассказываю тут это карась царская рыба у меня сестра работала Ирина в Новосибирской епархии ну и там повара готовят рыба-то не такая краситер вот такая да да и внутри его там запеченая не знаю петух там или еще яблоки печеные и она меня спрашивает рыбу-то подавать мы будем подавать ну а как у рыбы-то рот открытый должен быть или закрытый-то и никто не может ответить она мне кажется позвонила или пришла я говорю обязательно открытый обязательно почему потому что рыба удивлена первый раз в жизни видит советского архиерея на котором КГБ пашет который пасту всю запустил она удивлена почему ты безмолву ну я рыба молчу ты-то че молчишь архиерей но сказать она не может потому что изжарили ей бока ну такие дела о первую дыньку сняли первый армуз и первую дыньку так ее будем ждать когда она окончательно доспеет или секерь башка но решайте что с дыней делать о все готово дело заливает вес народ за то чтобы посмотреть что в ней внутрях а внутрях у нее я думаю особый мед так Володя это физическое лицо потому что он главный здесь ухаживал за ними а Виктор Николаевич это юридическое потому что на нем все второй пластик ему о держи вместе с этим гляди так третий пластик а вот если ты разгадай Виктор Николаевич почему Сергей Павлович на той скамейке обедает сегодня ну вот я и задавал вопрос а он молчит как партизал Сергей Павлович ответь ему почему отделенный лучше внимательно лишаю собаку последней радости бегать за хвостом что понял нет собака у него крутится за хвостом я говорю тебе не отучить ее отучу я могу отучить но мне это не нужно ладно держи пусть тебе пар горящий разрежет язык а сейчас а он-то крутится все равно и он сел на скамейку это метров наверное тридцать с лишним и на него смотрит а тот на него я говорю Сергей у тебя из глаз на него молнии красные идут а у того трепещущие желтые скажут одно удовольствие было за хвостом бегать за сучками не разрешают привязаны за своим хвостом и кто не разрешает эх ты а еще верующий а он Сергей я говорю что ты так обедаешь что он говорит а вы меня достали сказали не как вот и лежать опять хлебнет из чашки опять очень интересно до того живем вот Любовь Николаевна вы заслужили пластик целый пластик это первая дыня ты хороший повар осталась с нами сколько тебе еще отгубать здесь осталось погибли как господу угодно и живы будем ну будешь до октября с нами я не могу сказать сроки ну вообще желание-то есть мое желание сопряжено с тем что Господь позволит ну прекрасно просто народ пошел до чего это интересно жить тут так Владимир Александрович вот это вторая попка тебе тоже ты поливал а я что приехал на готовое мёд вот это дыня говорят из 14 крестовых походов было ну и какой результат ого оттуда привезли арбузы и дыни научились и научились перед обедом руки мыть 14 крестовых походов и достижения по сегодняшний день что осталось это арбузы и дыни руки мыть это вот ураган собака несмотря на свои звали что чемпион россии он крутится это большой недостаток я об этом говорил машину угнали на ремонт на ремонт там что-то сделать в воронеже но его туда не там у них в кабине он там не нужен жара такая мне сказал хозяйка он продолжает вертеться голодом лего поворачиваю иногда я его в комнату завел мне нас с Сергеем парализован говорить я привязал двери он ручку буквально отрывает вертится и вертится ну один раз так это было в Стофии в Болгарии я его взял на поводок на одну сторону вот так вот а на другую туда он не может повернуться он не крутился и вот это его хозяин Пупков Сергей Павлович профессиональный кинолог тут уж ясно дело что любит свое дело я ему говорю тебе от этого не учить не отучить его крутиться могу ну а как ты его сможешь то но я просто не хочу вот я говорю не сделать этого я видел собачий доктор этот фильм где он крутится ну это мы разговор вели уже не сегодня не вчера уже неоднократно я говорю ты хотел бы я просто не хочу ну что обманываешь сам себя неужели это положительное качество у собаки не положительное отрицательное и там я ничего не могу сделать хозяйка сидит рядом и он перед ней винтом крутится в комнате чужой и мне неприятно и хозяевам неприятно и ничего нельзя сделать когда он со мной рядом я его поводком дерну он тогда сидит я вот там загрузили загрузили его делает операции иногда ничего это не помогает а я электрошок сделаю сделать ты можешь день и ночь бить его но как я как это отошел он опять за это но вот если лает собака электрошок ему и он перестанет лаять два раза взлаял и все это можно сделать это нельзя вот эта привычка в собаке необъяснимая еще никем не объяснимая в мировой практике когда это упущено я много занимался собаками не где-то в уголовном розыске и то что вот они выполняют им медали дают то у нас это считалось ну первый класс у нашей собаки даже мы в 10 классов пройти высшее образование это следовая работа он ничего не видит кроме того кого преследует и дорогой когда бежит за преступником должен собрать все и мне дать знать что он нашел или стрелянную гирзу или окуры все поднимает и мне дает это я занимался я сам с ним в уголовном розыске капитан Никитенко у нас был ну разговор зашел Сергей приводит свои данные где-то ну в мою сторону он крутится доказательства того что я прав он говорит нет поясни поясни почему ты не согласился сразу что тебе это не сделать ты говоришь нет могу но не хочу я говорю так говорит любой наркоман любой табакур любой матершиник я говорю а почему я должен ну матерюсь это для связки слов я говорю гнилье гнусностью связываешь мерзостью тебе связывать нечего а я могу не можешь во Христе Иисусе все могу но это другой организм другой не твой почему Лев Толстой пишет в кресле в рассонате это ее тело и она им распорядится как она хочет а не как я и она говорит свой колчан откроет перед любой стрелой которая облетит туда и ничего нельзя сделать дело-то даже мне это он мне очень близок мы с ним проехали больше ста тысяч километров он был в Тихом океане в Атлантическом мы все прошли я считаю в мировой практике еще такой собаки не было чтобы она на Благовестии столько ездила ночевали были государства люди погода ну все было я каждый день с ним занимался ну команда сидеть лежать других то и не было там голос подать я вот сегодня о чем хотел сказать то есть признание может ли Барс сменить пятна и фиоприонен кожу не может может ли человек превыше говорить бранные слова серах не может а я могу ну как ты можешь я однажды это говорил о библиотекаре хорошая женщина познакомились я проник в архив Алтайской краевой библиотеки мне нужно было записать фонограммы речей Ленина Троцкого там Сталина я большой материал масонства готовил и нужно было вот говорить что Ленин и сразу его речь если говорит Гитлер значит Гитлер Жуков значит Жуков Карцхорси как подписывать мир безоговорочной капитуляции это материал М1-М5 у меня был и вот мы разговариваем я говорю от матерка нельзя отстать это уже в человеке так в библии да как так так и неверующие они все ругаются она стоит с дочерью 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 наверное лет 14 тоненькая такая лозина а папа наш никогда не ругается не ругается а вот он заходит она к нему Гоша а ты я говорю когда он не дома он ругается и похабно анекдоты рассказывает и проще она ему говорит ты ругаешься где-то я нет не ругаюсь а кем он работает инженер на стройке и не ругаются я говорю что вы смешите ты меня я на стройке я строитель в 19 лет у меня было в распоряжении 250 человек я прораб 6 объектов на то мне уже не 19 было а больше видимо 20 лет было 6 объектов 250 человек я каждому каждый день должен был процентовку вывести почему это зэки топор на шею и чтобы строитель не ругался ну как пастух одинаково моряк я скажу самое такие или врач это все сквернословы нет я не ругаюсь то поможем вас вот спросить вы дачу строили да я своими руками строю ну а было так что промазал вместо гвоздя по пальцу брякнул было ну и что ну что заругался палец в рот сразу и прям заругался она Гоша я говорю дальше давайте разговариваем вот вы во время перекура курите да нет ну старорабочим это сидите ну да но вы хотите чтобы вы были авторитетны ну а кто этого не хочет ну видно мужик такой покладистый и девчонка и сама библиотекарша ну все хорошие люди но они рассказывают похабные анекдоты конечно смешнее да что там говорить смешнее ну а вы тоже рассказываете и она опять Гоша я говорю сколько лет прожили 18 18 лет и ты не знала я говорю за 15 минут твоего Гошу то узнал больше узнал у этого Гоши что под кожей а ты не можешь узнать вы никогда Тамара Васильевна не узнать его не узнать вы не знаете какие вопросы ему задавать ну я доказал доказал вот и все я вот сегодня хотел поговорить Виктор Николаевич с Авщенко он с нами как бы в одной вязанке здесь ну сегодня сдавать ему анализы крови кажется в район надо ехать как учителю кто-то подписал что учителя должны сдавать анализы там на кровь и прочее ну он подписал лег спать а по всей стране учителя сегодня едут а правильно ли сделал правильно а то это можно к ученикам такого дать что он заразный грибок у него на языке и всюду правильно но я хотел сказать сегодня распределение нас на работу маленькие мы но делаем дело не маленькое нас везде приглашают сделать что мы не закончили работу там где у Нины Васильевны деревья там валили убирали территорию работа очень трудная труднейшая а температура 34 в тени так как в тени ну и понятно как это я еще и флешку потерял вот но он не может поймать хвост он смотрит уже и вот смотри я спрошу у тебя рост какой метр 64 а у тебя метр 62 метр 62 поменьше маленько значит у тебя должно быть силенки побольше где-то оба братья во Христе оба верующие где-то и вот я распределяю на работу и гляжу самостоятельно может ли работать с пилой электричной бензопилой Виктор потому что она его другому не даст я ему сказал там около Павла березки 12 березок окруженная уже кленом и клен все заглушили их повалить повалить обрубить сучки в одно место вот как Андрей дробок глухо не мое ему еще сказал только пальцем показал им все так и сделать я Витю проверил посмотрел все сделал правильно но он не закончил вернешься Виктор закончишь там листиков чтобы не было потому что дом этот пустующий но хозяин иногда наведывается а мы без его веда мы это сделали по указанию батюшки почему потому что клен это сорное дерево и оно мешает деревне прям в самой улице а березки то относятся он садил их а клен его никто не садит вот дальше мы остаемся трое кого куда я иду к ней Васильевне Шадриной сегодня надо закончить обязательно уйти старая там где куча у нее наваленная у нее все трава все это дрова все вместе кто это делал тот не понимал что это рано или поздно надо разбирать и разбирать это очень трудно теперь перемешано все там земля мы же не экскаватором делаем остаешься ты у меня и вопрос я вчера думал и сегодня куда тебя деть или с собой взять у нас огород заросший а Володя он то есть или это было он все знает и как-то бы по смыслу так Виктор закончит присоединиться к огороду день напряженный потому что сегодня среда 20 августа 2014 года дальше четверг пятница сейчас маленько мы пойдем потом подумал нет не пойдет дело так потому что ты неконтролируемый даже со мной когда работаешь а почему я понимаю вопрос сам по себе много звонит тебе у тебя расположенность предрасположенность к онкологическим заболеваниям ты болел тебе делали что-то как-то ты по милости божьей выбрался было здесь у тебя снова вспыхнула это болезнь я говорил тебе сделать так воротник чтобы солнце не попадало работаем и советовали скорее скорее тебе в больницу там я сказал не надо ничего мы молились водой цветой потерли или как там было у нас но главное что Бог помиловал теперь я тебе говорю ну алинимание я говорю сделай высокий воротник чтобы солнечные прямые солнечные лучи тебе пораженную шею твою вот покажи где у тебя рубец сделал посмотри вон смотри какая операция была видать нет вот оно все это разрезано ну понятно но дальше я уже перехожу конкретно к нам у нас у всех с собой мобильные телефоны я не знаю чтобы кто из наших я вообще не знаю в деревне столько разговаривал как ты почему тебе звонят это твои клиенты ты вернешься там в сентябре или когда в барнавол у тебя клиенты они там платят что твой заработок законный притом добыча твоя я тебе говорю я высчитал в интернете на моем форуме там это стоит человек должен по мобильному не должна допустимая норма максимальная не более двух минут за один раз говорить вот открыл его уже все прислонил уже пошло две минуты не больше и не больше за сутки чем пять раз у тебя пять десять пятнадцать минут это норма я с тобой рядом крещу тебе говорю ноль внимания почему ты не можешь расстаться и поэтому работа от тебя в это время не в раз не в два в разы меньше чем у Володи вот уже нам уходить заканчивать найти на службу на богослужение я тебе говорю вон два маленьких делится а там делится три пальца четыре вот такие проходит ты пошел туда остановился разговариваешь я таскаю таскаю сучки перекидываем ты не с места стоишь то есть они выше для тебя ну минут десять это минимум это уже или больше даже стоишь и говоришь и говоришь я переживаю во-первых дело не движется во-вторых тебе это вредно и ничего нельзя сделать то есть ты не контролируемый видно что ты в бригадном подряде не работал и тебе никто бы бригаде держать же дня не стал бы там работаем как один подряд работа назначена дом построить и мы должны сдать этот дом в течение допустим 23 дней на 23 день я должен ключи отдать хозяям от дома все печка топится фундамент не трескается стекла утеплены но бригада небольшая там 5-6 человек и поэтому ни позже ни раньше в туалет ходить только рано утром ходить только когда уже прошло не больше не меньше двух часов а не так что-то как пришел пошел засел в туалет и мы сразу разряд у нас понизили тюлькин у меня был Коля хитрый мудрый как только работать так в туалет и сразу же заметили все это выкинули и все получать деньги большая разница а мне почему меньше а ты в туалете спроси почему там сидел и здесь я подумал ты если будешь здесь со мной сегодня реакции никакой нет на мои слова то есть неконтролируемые мне это не подходит то есть ты все равно будешь говорить но работа стоит поэтому я переменил мысль отправь его на огород он один он все равно будет говорить он бесконтрольный как с думой так и есть а мы там пойдем как можно скорее закончить и тогда на огород можно другого тебя отдать туда что скажешь в ответ куда поставить туда и поставить а ты мог вот уж не собаку собаку ты не сможешь чтобы не крутилась сегодня один день не разговаривать вот позвонили ты ответишь если только видишь кто и ответить звонить только через 10 дней меня здесь нет все ну самое больше 3-4 секунды и при том не на каждый звонок отвечать вообще на третий примерно звонок ответить если кому надо он позвонит и 10 раз а ему ответить так почему потом поясню я в другом месте все через 10 дней только смогу отвечать вот так сможешь ты сегодня зачем а зачем вот вопрос поэтому я могу но не хочу это относится абсолютно ко всему зачем затем чтобы работать работать нормально продуктивно и не не жечь себе мозги потому что специалисты говорят какой вред наносит длительный разговор по телефону мобильному это говорит обнаружится через несколько поколений какие люди будут рождаться еще это никто не знает ни один ученый но что рак мозга на первом месте стоит это абсолютно точно это уже исследовано на сотнях тысяч людей а мы могли без него обходиться до тысячелетия без него обходились я вот не звоню совсем но мне приходит звонок приходится отвечать потому что ну связано со многим это с такими делами которые приходится делать и поместье там продолжают звонить люди приезжают в деревню дали объявления в интернете и то коротко только направил куда и все чтобы еще сам сидеть с ними вот один день сегодня 20 августа смог бы ты не разговаривать по телефону безобманно зачем вот вопрос значит не можешь я тебе объяснил зачем что был свободен поберег себя и работал именно работал а не разговаривал на работе я работаю на работе ты работаешь в несколько раз менее продуктивно не надо не надо в несколько раз мы почти одинаково работаем так Володя я говорю Володя делает больше нас работаем 8 часов а я разговариваю 20 минут ну 20 минут от 8 часов 20 минут а не 20 минут нет 20 минут за день не больше я разговариваю ну хорошо давай зафиксируем теперь за эти 20 минут зарабатываю 20 тысяч рублей а вот вопрос другой и мне эти деньги нужны я пенсию не получаю я на все лето один день попробовать можешь или нет или это действительно как игла на которой мы садимся телефон не может да попробовать то можно ну раньше если бы не было мобильного телефона ты бы обошелся без него обошелся бы ну вот так себя попытать надо могу я это или нет это я сказал все значит не можешь на огород один чтобы я не видел и не переживал господи слава тебе благослови нас на этот труд который мы принимаем как от тебя сделай его полезным и безопасным дабы мы не искали своего но во всем познавали волю твою святую научи нас постоянно молиться во время труда самого напряженного научи нас осознавать свои ошибки и возможности доверяться тебе и слову твоему хвала тебе отец сын и святой дух аминь с богом у него рука сломанная вдова на пенсии ну вчера пришли посмотрели я говорю тут у тебя работу море плен все же поломило это дальше территория это ее участок все же освободить будет вот эти свалил устина помогает ветки пускает вот у нас братья работают здесь это Сергей Кокков с топором брат Сергей а тот брат Виктор вверх с топором давай а а забор сломан а а Сергей, помоги ему, у него застрял. Вот такие моменты бывают. Володя, подойди сюда, дорогу пробейте, по 2 метра обрубайте, а ветки сюда, и вот это надо обрубить, если можно. Мы эти тоже большие очищаем. Вот это можно обработать сейчас, все ветки обрубить, и обратно забросим. Вот продолжение у нас уборка у Нины Васильевны Лапкиной. Вот мы дальше идем. Тут сосенки, это редкость для наших местностей, в основном березки, осина, тополя, клен, сорняк этот, с которым мы боремся. Вот и Нинатик он еще подкашивает крапиву. Это у нас Сергей Павлович работает в поте лица своего. Тяжелый, говорит, Бог дал бы на сцену человеческое, да, занятие тяжелое. Вот этого гиганта мы тоже, даст Бог, потом Виктор придет с Савченко и спилим его. А уже мы вот так территорию убрали. Вот лежит заготовки все эти, где на дрова, где на столбушки уйдет. Пойдем дальше смотреть, что у нас там творится. Погода сегодня шаркая. Вот, идем дальше. Настяк ночь работает. Вон еще сколько заросло-то. Вдова, пенсионерка, руку поломала. Ясно, что тут не так просто. Маленько хотя бы прошибить. Там у нас соседи вот. У нее Нила Александровна приехала. Дочь с внучкой выбирает все. Вот там соседи работают. Ну, я вижу. У нее такое хозяйство здесь. Колодец, теплица хорошая. Так, мы посмотрим, что тут у хозяйки у нас есть. Вот. Какие лопухи огурцов. Вот. Вот. Это помидоры у нее здесь. Вот они какие. Сорт большой. Идем дальше. Смотрим тут все. Идем дальше. Идем дальше. Везде, да. Там буты наливают. Спасибо, Христос. На письке, чтобы человек мог получить новую надежду. Идем дальше. Печка. У вас тут ремонт идёт, да? Ну, печка не работала, батюшку переложил Надо опять за штукатурить Он гостей ждёт на это Давай, он переображает Успенец Ага, успенец На этом надо Понятно А мы решили посмотреть тут домик, заснять всё тут А здесь он что, двухэтажный? Да, тут дом, Володя, просто сказка Приезжай жить Мне так он нравится Он, во-первых, светлый, посмотри, солнышко здесь Сейчас это деревья затеняют Развернётся там светло На втором этаже спальня Там вообще никто тебя не видит, не слышит Ну, мне очень нравится Женька, молодец, вот что Руки у него золотые были, он хорошо Ну, были и есть, просто Глотка тоже золотая Всё, что зарабатывает, всё туда Молодец, вот это он своими руками Ему только помогали Вот крышу, знаешь, ну где действительно один уже никак Вот, а остальное всё сам Всё сам сделал И домик, как и душечка Я бы с удовольствием так ужила Ну, у меня есть, у меня другие Другое поприще Это когда если семья будет, даст Бог Ну, нет, тут Этот домик предназначен для гостей Вот Этот домик для гостей Ну, это сделали сейчас А так, если кто-то приедет, поселится Куда там? Причём тут гости? Кто-то захочет купить его Тот Батюшка Тогда приезжали Когда в том году же Семинарист это Сепископом Максиму Они же здесь ночевали Ну Единственное, здесь плохо Крутая лестница Чересчур Ну да Вот это Ну и тут привыкаешь Тяжело подниматься Привыкаешь Да Всё Сушилка есть Всё тут есть Обувь сушить Там дыра сделана в углу-то, чтобы туда Тепло проникало, да? А? Чтоб тепло проникало там дыра сделано Ну да И для тепла тоже Чтобы Там-то в общем-то только от трубы тепло наверху Ну да Вот А это тепло идёт Ну оно и там и там Ну да, тут-то конечно больше пойдёт А батюшка что перекладывал? Здесь что-то? Полностью всё Вот эту вот токку А что с ней случилось? Ну не топилось печенье А, не топилось? Да Уже Отслужила И вот теперь надо вот это всё заштукатурить Угу Довести до ума У вас хорошо получается Видно, что опыт есть Ой Я уже за свое время Жизнь Знаешь сколько тебе Тёрла А вы наверное с штукатуром где-то работали, да? И штукатуром И маляром И С кем только я не работаю Понятно Ну ладно Бог в помощи вам Пошёл я дальше Ну вот Слава Богу Вот А здесь у нас идёт сейчас Тут пожаловали что коровы ходят И Мешаются Убегают от ребят Они их догнать не могут И мы решили тут Завал сделать Сейчас вот я покажу Что за завал Из клён Из деревьев Клён разросся И как раз подходящий Вот 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 такой вот завал делаем Это ещё мы тут до конца не убрали Вот Вот У нас снова поселенцы здесь Дом Который с Барнаула Нововикова Татьяна и её дети Вот 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 так вот По окружности тут Всё До пруда Вот так вот мы сделали Вот Он завал Это мы ещё Разбирать будем Ну До пруда тут Тут Пришлось дорогу у нас идёт Пришлось её перегородить Чтоб пустыхам легче было скотину заставить Заворачивать А то он убегает у них Вот Там вот у нас Пруд Вот такой Дожди летом идут И весной пусть наполняется А так Ключей тут нету То есть там Вон Вода видно её Ну вот так вот С Божьей помощью живём Тут здесь Путь лица своего Слава Христу Вода Вода К Вода